Добрый день, вернее, уже вечер, скорее всего, коллеги и друзья. Ну, судя по тому, сколько эмоций было на нашей сессии, столько вопросов, я так понимаю, по отчетам организаторов, писем, которые пришли именно на эту сессию, оно зашкаливало по количеству внимания не только внутри нашего форума, но и внешних наблюдателей. Поэтому я понимаю вопрос справедливости, то есть увязка социальной справедливости с тем, будет или не будет с этой справедливостью, или не будет развиваться страна, экономика нашей России. Ну, да, состав спикеров, точнее, докладчиков был более чем серьезный. Я скажу, что, в общем-то, учитывая мою миссию как модератора организовать максимально комфортное выражение своих мыслей всех остальных докладчиков, я даже скомкал свой доклад, чтобы не мешать основным докладчикам, в общем-то, говорить. Ну, вот, допустим, Сергей Юрьевич Глазев, у него доклад там 8 минут, а я читал этот доклад, это 152 страницы, вот, попытаюсь вложиться в 8 минут этот доклад, связанный с той темой, которую он поднимал, которая касается экономики. Или фенатор, бывший фенатор Белорусской области Евгений Степанович Савченко, который, кстати, тоже разговаривал по демографии, о том, что, в принципе, у нас есть два сценария события по демографии в России. Один из сценариев, в ближайшее время россиян останется не более 60 миллионов, это, если ничего не делать, второй сценарий, если что-то делать, то 260 миллионов примерно через 20 лет. То есть, вот, пожалуйста, мы на разъелке, можно туда, можно сюда. Хотя для меня вопрос, если у нас осталось 60 миллионов в России, из которых 40 миллионов проживает в московской агломерации, еще 11 в Санкт-Петербурге, есть еще города Екатеринбург, Негиножево и Казань, в принципе, через пару поколений по негативному сценарию у нас получается с вами не страна, а пустыня, со всеми вытекающими последствиями. Ну, это сценарий не негативный, а если мы продолжаем жить так, как живем сейчас. Плохо-то или хорошо, мы же продолжаем жить, как живем сейчас. Значит, пока мы идем по сценарию 60 миллионов через два поколения. Тем не менее, значит, почему был такой серьезный запрос на то, о чем мы говорили? Потому что, по большому счету, то, что мы сейчас наблюдаем, это касается каждого из нас, потому что страна находится в дикой степени несправедливого распределения общественного продукта и того, что мы с вами создаем. И в данной ситуации запрос на то, что пора останавливать секрегарство, общество по направлениям, он просто зашкаливает. И в том плане, когда мы говорим, что вот деревни переезжают в города, с этим надо что-то сделать. Кстати, и наш докладчик-сенатор Евгений Степанович Ставченко тоже говорил о том, что без переселения ни людей, ни россиян, ни граждан, а именно молодого поколения в комфортные деревенские, в ландшафтные, так сказать, поселения, страна будет вымирать безусловно. Дальше возникает вопрос. А как получилось, почему все уезжают в города? Все очень просто. Это как один из видов сегрегарции и несправедливости распределения продуктов в пользу мегаполисов за счет тех людей, населения, которые живут в провинции, в деревнях, в малых городах, занимаются в промышленности. Да, если сегодня Столивар получает меньше, чем охранник торгового центра, это не потому, что хозяин торгового центра более щедрый, чем хозяин какого-нибудь комбината или Газпрома. Да, давайте себя не будем в этом плане обманывать. Так работает система распределения в стране, а не в отдельно взятой компании. А кто такую систему организовал, что с этим делать, это отдельный разговор. Это один из выводов в том, что если, в принципе, мы не занимаемся вопросами наведения порядка со справедливостью в стране, то мы не сможем остановить угрозу урбанизации теми темпами, которые сейчас продвигаются, и как следствие страна просто прекратит существование просто из-за того, что в рамках несправедливости мы сами уничтожим свою страну, которая живет за счет территорий и населения, которое живет не только в трех-четырех городах страны. Один момент. Второй момент. Мария Шукшина остановилась на вопросе культурных кодов странной культуры. Она также объяснила, что вопрос справедливого и несправедливого отношения к артистам на сцене, когда на сцене бал правят быдло, безусловно, пошлость, это не случайное совпадение. Это целенаправленная политика тех, кто управляет нашей культурой, когда из нас делают быдло, из нашего населения делают быдло. И, соответственно, это, наверное, несправедливо, когда те люди, которые более-менее образованы и культурные, их делают маргиналами, а те, кто называются реальными маргиналами, их ставят на вершину творческо-культурной пирамиды. Это очень несправедливо. Но для того, чтобы страну разрушить и победить, необходимо разрушить, в первую очередь, культурный код нашей цивилизации российской. Кто это делает? И как с этим бороться? Ну, Мария дала свой ответ на это дело. Ее тоже спрашивали, и что же делать? Все, она сказала, без вопросов это сделается на щелчок. Пускай кто-нибудь, кто имеет на это право, проявит политическую волю, и все изменится. Вопрос ко мне, кто бы мог эту волю проявить, я оставлю пока ответ на ваше усмотрение. Одним из составляющих справедливости и несправедливости – это уровень образования. Василий Калтаршов тоже по этому поводу рассказывал о том, что, в принципе, тот факт, что нас дебилизируют не только с культурных площадок, но и в школах, особенно провинциальных, которые оставляют без учителей, без возможности учиться и образовываться – это тоже уровень сегрегации, несправедливости. Более того, даже в дорогих школах есть школы, где вас начинают пичкать знаниями, настоящими и учат знаниями. Это дорогие школы, не каждый может в них попасть, но если вы туда попадаете, если у вас такие есть деньги, вы можете получить нормальное образование и нормальное знание. Если же нет, вы получите школу, даже пускай хорошую, как бы, школу со стороны, где вас будут пичкать вкус мусором огромного количества, делать домашнее задание, вы сутками будете делать домашнее задание, но вы ничему не научитесь. То есть тоже есть сегрегация, определенная в этом плане, и тоже возникает вопрос, какой политической воли нам не хватает для того, чтобы в этой ситуации тоже что-то сделать. В общем, проблема в том, что, я в своем докладе об этом говорю, что у нас постоянно происходят качели, не только в нашей цивилизации, это вообще во всей, когда от уровня, высокого уровня сегрегации, а значит несправедливости, народ требует изменений, мы идем в сторону справедливости, которая потом перетекает на уровень уравниловки, и дальше снова к сегрегации, и так по кругу. То есть золотая середина, это всегда, конечно, то, к чему надо стремиться, но такие варианты у нас сейчас просто неизбежно должны быть, потому что дальнейшее повышение уровня разделения общества и сегрегации, это, безусловно, катастрофа для страны, которую страна просто может не пережить. Поэтому или этот вызов страна так иначе решит, а это здесь касается все, демография, образование, культура, или же, в общем, надо понимать, что без проявления политической воли, запрос на население как бы уже показывает, судя по тому, какой интерес был предъявлен к этой фессии. Если запрос на справедливости не будет воспринят верхами, то верхи рискуют не тем, что не потеряют легитимность в управлении страной. К сожалению, легитимности не будет потому, что не будет той страны, которой можно будет управлять. Этот момент, который, в принципе, мы в рамках нашей работы видели. С другой стороны, что же делать? Вот я еще раз говорю, опять-таки, у каждого был свой труд. Программа, которую показывал Сергей Юрьевич Глазев, это проработанный труд, мероприятие, механизмы достижения тех целей, которые надо для того, чтобы поднять и уровень жизни, и экономики в стране. И момент, а кто же сможет заплатить учителям для того, чтобы переехать в деревню? Кто же заплатит врачам, чтобы там снова появились больницы? Кто даст молодым людям деньги, чтобы построить усадьбы в деревне? Кто туда проложит дороги? За счет чего этого делать? Еще раз. Если мы ничего делать не будем, если мы будем дальше строить сырьевую экономику, придатка Запада или Востока, то неизбежная ситуация, как Маргарет Эрча говорила, с вас хватит 15 миллионов для того, чтобы обеспечивать трубу. Но если мы хотим иметь 260 миллионов, эти 260 миллионов надо кормить и обеспечивать определенным высоким уровнем жизни. Для этого программа Глазева говорит, ребят, без вопросов можно увеличить объем. Ежегодный рост ВВП не менее 10-12%, трехкратный рост в течение 20 лет позволит формировать добавленную стоимость и доходы государства, которое не только обеспечивает финансирование тех задач, который мне предстоит ставим, но это дорогая структура экономики. Поэтому говорить о более справедливом обществе, не поменяв в России структуру экономики, нам с вами вряд ли удастся. В общем-то мы такой вывод сделали, не может быть больше корыта при меньшей работе. Ну так я скажу аккуратно. То есть если у нас в нашем обществе не работает принцип от каждого по способностям, каждому по труду, это не значит, что в мировом пространстве этот принцип не работает. Если мы в мировом пространстве не работаем, а живем только на среду ренту, нас только будет не надо, нас уничтожат. Поэтому надо биться за все, что касается справедливости, во всех видах разделения стихорегации, но без роста экономики, без восстановления развития производств с высокой добавленной стоимостью, к сожалению, эта задача нерешабельная. Вот примерно такой вывод мы сделали на нашей сессии. Спасибо.